От Владимирского сада через центр реку Свияга до одного из торговых центров бежали люди разных возрастов, профессий и социального статуса. Около 50 человек и одна собака приняли участие в пробеге в поддержку профилактики СПИДа. Данный забег проводится в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, так как в Ульяновской области данная проблема на данное время актуальна. Каждый из 114 жителей Ульяновской области является ВИЧ-положительным. Цель этого забега – популяризация здорового образа жизни, а также привлечение внимания ульяновцев к вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Я решила принять участие потому, что я против ВИЧ-болезни, рада участвовать, рада быть за здоровый образ жизни и призываю всех со следующего года, если кто-то не бегает, начать бегать. После пробега в одном из торговых центров в рамках акции провели экспресс-тестирование на ВИЧ. В нём мог принять участие любой желающий. Всегда заботился о своём здоровье. Проходил мимо, увидел, что бесплатно можно сдать тест и решил пройти. Но это болезнь 21 века. Считаю, что очень опасно. И побольше вот таких надо бесплатных консультаций и бесплатных анализов, чтобы было вообще в России, и чтобы люди знали и заботились о своём здоровье. Кстати, бесплатное тестирование на ВИЧ всегда можно пройти в Ульяновском спидцентре. Эта акция направлена на профилактику данного заболевания. Вот мы пробежали сегодня мимо многих офисов. Мы надеемся, что нас увидели. Бежали люди вдоль дорог, сигналили автомобилисты. И мы надеемся, что люди обратили внимание на мероприятие, зайдут, поинтересуются, узнают о проблеме, узнают, чему было посвящено мероприятие. И в зависимости от этого дальше уже будут делать выводы. Захотят тренироваться, захотят увлечь здоровым образом жизни. Захотят сделать тест тоже очень хорошо, потому что мы именно хотели поднять проблему такую, что люди не знают просто свой ВИЧ-статус. На сегодня у 16 тысяч ульяновцев обнаружена ВИЧ-инфекция. И это лишь официальная статистика. Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Элла Шахова, Дамир Губеев.